20 минут о красивой жизни, интересных событиях и стильных людях. Это Бьюти Тайм на 31. Всем здравствуйте. Так исторически сложилось, что люди в нашей стране не следят так трепетно за своим здоровьем, как, допустим, в Японии. Но это не значит, что нашего человека нельзя заставить, начни уговорить делать это. Вот в Челябинске организовали большой семейный праздник под названием Источник Здоровья. Ну а праздники-то наш человек любит. Забота о здоровье это очень серьезно, но при этом вполне совместимо с идеей большого семейного праздника, такого как ставший уже традиционным фестиваль Источник Здоровья. Состави полной семьи, даже теща у нас присоединились. С младшей дочерью мы пришли вдвоем. Мы случайно здесь оказались, нам очень понравилось это и решили зайти посмотреть, что же здесь происходит. Если посмотреть последние несколько лет, то рост интереса к здоровому образу жизни, к вопросам профилактики он как бы имеется. Население заботится о своем здоровье, то есть и думает о своем будущем, потому что какое-то время назад все-таки большая часть населения обращалась тогда, когда случался пожар. И когда уже не всегда на этих этапах нужно помочь пациенту, восстановить его здоровье и сохранить качество жизни. Выступления юных артистов, творческие мастерские, интерактивные площадки одинаково интересны и взрослым, и детям. Нам очень понравились специалисты, которые рассказывали о первой медицинской помощи. Вроде бы эту информацию еще в школе доносят до нас, но как-то забывается все, наверное, и время повторить. Очень полезно. Детей, естественно, заинтересовали. Процесс дания помощи, да, сначала подошли, попробовали все сделать с ребенком. Теперь, думаем, вдруг папе станет плохо. Посмотрим, что же можно сделать, как помочь ему. Профилактика – это основа основ. Рост проверился, глюкозу в норме, все хорошо, жена успокоена. Мероприятия, считаю, правильные, нужные. Чем чаще, чем больше будет у нас население, это будет хорошо. Дочь прошла ЭКГ, вот сейчас мы подходим к специалисту, который нам расшифрует. Плюс очень интересно, я ни разу не слышала об этом обследовании, вот здесь диагностика биометрическая проводится. Вот мы прошли его и тоже получили подробную консультацию. Да, на лекции была, вот сейчас хочу побеседовать со специалистом после лекции. Общение – это всегда полезно. Во-вторых, знакомишься с новыми людьми, узнаешь что-то нового от профессионалов. Ну, многое, что берешь по себе. Правильное питание и физическая нагрузка, секреты красоты и активного долголетия, новейшие методики генетических исследований, витамины и БАДы – эти и многие другие темы в рамках открытых лекций обсуждали специалисты эндокринологии, травматологии, кардиологии, педиатрии, гинекологии, косметологии и нутрициологии. Генотип не всегда, далеко не всегда проявляется в фенотипе. То есть, далеко не всегда, если есть расположенность к какому-то заболеванию, она проявится. Да, что делать, чтобы минимизировать вот это? Итак, остеопороз – это заболевание, при котором кости становятся хрупкими и ломаются даже при незначительной нагрузке. Что такое незначительная нагрузка? Это падение с высоты собственного роста. Кости при остеопорозе ломаются даже при кашле, чихании, при каком-то неудобном повороте. Грамотный специалист вам поможет разобраться, когда же лучше. Например, если мы имеем какие-то патологии недоивок, например, сакшенный диабет, то утром-то точно заниматься не будем. Да, у нас есть возможность платить гипогликемические кризисы, и он вылезит своему здоровью очень сильно. Если есть сосудистая патология, то мы, наверное, не будем заниматься вечером, когда будут определенные ограничения, мы тут подберем немножко другую нагрузку. Соответственно, это очень важно. В нашем мире и, скажем так, с нашей организацией очень мало люди занимаются именно физической нагрузкой. Мы очень много сидим, очень много гипотинамии, и от этого, конечно же, развивается очень много заболеваний. Рецепт один – это активный образ жизни, здоровый образ жизни. Это активно-физическая нагрузка, чем-нибудь желательно постоянно. И промышленно сидеть на диване и, в общем, заниматься спортом. В последние годы все здравоохранение Российской Федерации претерпевает определенные изменения и очень активно использует IT-технологии. То есть идет цифровизация здравоохранения. У нас представлены IT-технологии на более высоком уровне. Также мы являемся клинической базой двух университетов. Это Медицинского университета и Челябинского государственного университета. Восемь кафедр медуниверситета. Основных – это и педиатрия, и терапия, и хирургия, и онкология, и акушерство, и гинекология, и организация здравоохранения. Забота о здоровье начинается с грамотного информирования потенциальных пациентов. А встреча в неформальной обстановке, как показывает врачебная практика, не менее эффективна, чем профилактический прием в кабинете. Совместить полезное с приятным, провести с семьей яркий и познавательный выходной – еще один актуальный тренд нашего времени, когда необходимо успеть все. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. В модных каталогах модели одежды представлены так, как это видит дизайнер. Однако у стилистов на этот счет свое мнение. Сегодня им с нами делится харизматичная и фотогеничная Саша Гаврилова. Я всегда поражаюсь, насколько по-другому выглядят вещи в жизни. Когда я увидела вещи в интернете, в инстаграме, мне не хватало выразительности. Но когда я их увидела вживую и смогла к ним прикоснуться, и пособирать какие-то луки, и посмотреть, как это можно стилизовать, и можно сделать, как американские луки, как итальянские луки, уйти во что-то французское, сделать что-то понятное для города Челябинска, принтованные вещи – это класс. И здесь есть два варианта. То есть можно полностью сделать стайлинг с помощью вещей с принтом, то есть тотал-принт сделать. И это, конечно, подойдет для очень смелых натур. А если хочется чего-то более спокойного, то можно просто ввести в образ какую-то одну вещь с принтом, и это будет тоже очень уместно. Ну, если, например, взять вот это платье, я вижу, что здесь есть, ну, какое-то внутри базовое платье. То есть его можно просто заменить на боди, на черный боди. Это будет прям роковой комплект. А можно как летнее тонкое пальто на комбинезон. Такие комплекты живут в течение всего дня. Что-то можно снять, что-то можно надеть, дополнить какими-то украшениями или другой обувью. И этот лук трансформируется в течение дня. То есть можно выходить смело из дома и проживать отлично, с комфортом весь день. И даже попадать на какие-то вечеринки совершенно в другом уже образе, даже имея вот одно платье в базе. Я нашла две вот такие юбки. Они очень легкие, прекрасные, летние, сексуальные. Скорее всего, в первую очередь, мысль, наверное, придет носить их с каблуками и какими-то блузами. Но у этих юбок гораздо более интересная судьба. Их можно носить с мужскими вещами. Их женственность становится в разы сильнее. И это потрясающе. То есть для тех, кто хочет быть женственным, я рекомендую всегда выбирать вот такую не простую женственность, не буквальную, а замешанную на чем-то очень брутальном, потому что в таких ситуациях женственность, конечно, расцветает. Если вам хочется выглядеть богемно, а сейчас это актуально, я бы порекомендовала выбирать вот какие-то такие шелковые вещи в пижамном стиле. И прямо не бояться носить их с красивыми длинными пальто. А можно даже забирать пальто у своего мужчины. Это всегда будет потрясающе. И я рекомендую всем выбирать размер на один больше, чем он фактически у вас есть. Потому что свободные вещи смотрятся всегда намного сексуальнее, чем вещи, которые очень плотно сидят на фигуре. Свобода в одежде навсегда дает некую таинственность и притягательность. Есть такие юбки, которые любят все, и которые все вожделеют. Их настолько уже стало много, что зачастую просто закончилась фантазия о том, как их вообще стилизовать в комплекте. Потому что, ну, кроме как с какими-то вот туфельками или с сапожками грубыми не приходит больше на ум ничего. Ну, вот я сейчас посмотрела, можно взять какое-то классное, выразительное, длинное черное платье, а сверху надеть вот эту юбку. И тогда ваша юбка, которую вы уже не знаете, с чем надеть, и это платье, они заиграют просто новыми красками. Специалисты говорят, достаточно семи вещей, чтобы составить 35 комплектов. Впрочем, с таким креативным подходом идей может получиться и побольше. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. Макфа. Основа творчества. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская одежда для реальных женщин. Сеть салонов одежды Априори. Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Рассмерный ряд с 44 по 60. Сеть салонов Априори. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ДРК Горки, второй этаж. О том, насколько прекрасной бывает жизнь, пожалуй, лучше всех знают те, кто победил тяжелую болезнь. Для таких людей, детей, в Челябинске организовали детские игры победителей. О том, как проходило это радостное событие, узнала съемочная группа «Бьюти Тайм». В такой теплой и радостной атмосфере стартовал седьмой региональный этап всероссийских игр победителей. Этот проект посвящен онкобольным детям, тем, кто сумел преодолеть это тяжелое испытание. 260 участников в компании братьев и сестер, родителей и друзей приняли участие в спортивных соревнованиях и творческих мастер-классах. Мы относимся к играм победителей как к празднику, как к победе жизни над смертью. Это на самом деле так и есть. И в этом году у игр победителей, скажем так, стал выше статус. Дети, которые займут первые, вторые, третьи места, они получат медали от Министерства спорта Челябинской области. Из восьми дисциплин, плавания, легкой атлетики, стрельбы, шахмат и других видов спорта участники игр смогли выбрать те направления, в которых они чувствуют себя наиболее уверенно. Я решил, что буду участвовать в спортивной ходьбе и в шашках. К спортивной ходьбе я готовился, выходил с мамой на улицу, и мы ходили. А с шашками я играл с дедом. Я участвую в стрельбе. Я требую на футболе и на беге. Сегодня я сдаю ГТО, участвую в стрельбе и в теннисе. Сейчас я готовлюсь, конечно, достаточно переживаю, но надеюсь, что-то выйдет и получится. Седьмые игры победителей объединили и бывших подопечных фонда помощи онкобольным детям «Искорка», которые сегодня присутствуют и в качестве гостей, и в качестве волонтеров этого проекта. В детстве я сам переболел онкологическим заболеванием, и «Искорка» помогала мне восстанавливаться, и в свое время тоже пригласила первый раз меня участвовать на эти игры. И через некоторое время, после того, как я сам участвовал, я уже перестал участвовать и решил, что пора помогать. Очень много людей писало, дети, родители, которых лежали в больнице, и они писали, что ты такой даешь мотивацию, много людей писали, это мотивация для наших детей, потому что когда ты лечишься в больнице, ты выходишь из больницы, у тебя мир перевернут, ты не понимаешь, что происходит, ты уже не общаешься с ровесниками. Через это я все проходил. И они говорят, мы видим то, что ты делаешь, видим твою работу, и мы понимаем, что наши дети так же могут. Мощный заряд положительных эмоций и позитива в этот день получили все присутствующие. А для 10 участников этот день стал радостным вдвойне. Победители регионального этапа игр продолжат соревнования в Москве. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Наконец-то мы дождались теплой погоды, а значит возникла необходимость перехода на летний гардероб. Сколько бы градусов не было на улице, важно чувствовать разницу между курортной одеждой и городской, хотя отдельные предметы могут быть одинаково уместны и на берегу, и в мегаполисе, как, например, длинная юбка из шифона. Уже не первый год дизайнеры предлагают нехарактерный для летнего сезона черный цвет. Модели из натуральных материалов без козы, льна и хлопка абсолютно комфортны, не говоря уже о том, что в них есть особый шарм. Футболка с принтом это больше, чем маст-хэв, поэтому пусть их будет много, и они будут разными. В качестве ультрамодного варианта стилисты рекомендуют джакет в мужском стиле, который удачно контрастирует с легкими фактурами лета. Также могут пригодиться бомберы, парки, ветровки или кардигану. Это Бьюти Тайм. Красивые подробности красивых событий в формате ноу-коммент в завершении выпуска. Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...